Во-вторых, здесь расположена Текилийская стела. Это самый древний буддийский памятник на территории Казахстана. Третьих, здесь есть водопад Бурхан-Булак, высотой 164 метра, в 4 каскада. Он, правда, не в городе, а чуть в стороне, но до него, я надеюсь, тоже получится доехать и посмотреть. Ну и четвертых, в центре города, в месте слияния трех рек, есть памятник Победы, который единственный в Казахстане, находится в месте слияния трех рек. Ну как можно проехать мимо такого города? Обязательно нужно заехать и посмотреть, что мы сейчас с вами и сделаем. Привет! Я в городе Текилий. По пути здесь есть вот такая вот лесенка наверх. Точка наверху отмечена как смотровая площадка, но, естественно, нужно на нее подняться, тем более, что, скорее всего, оттуда откроется шикарнейший вид на весь центр города. Причем, вот, видимо, вся эта дорожка, вся эта лесенка идет прямо из центра города, то есть оттуда можно подняться, подняться на смотровую площадку и посмотреть. Запыхался я, конечно, с непривыку от такого количества ступенек, но вот от такой вот отсюда открывается вид на город Текилий. Мы фактически... Мы фактически... Здесь вот это место как раз слияние трех рек. Он одна, вот вторая, вот третья. Видимо, так получается. И оттуда деривационный канал идет на ГЭС с двумя задвижками, а ГЭС, видимо, вон там вот. Ну и здесь как раз вот видно то самое сооружение, одно из тех самых-самых сооружений в Казахстане. Монумент Победы, который стоит на месте слияния трех рек. Туда дальше продолжается улица Канаева. Где-то там Текилийская стела. Вид, конечно, отсюда открывается прям красивейший. Здесь можно реально несколько часов провести, разглядывая. А если взять бинокль, тогда вообще на целый день занятия. Просто стой и внимательно смотри. Столько всего интересного и красивого можно увидеть. А особенно хорошо, что я приехал осенью. Вот осень добавляет колорита. Во-первых, не жарко. Хотя я не знаю, бывает здесь жарко или нет. Наверное, бывает. Во-вторых, все вот эти вот осенние краски, они прям, как так сказать, приправляют все это дело. Дают определенный акцент всему тому, что ты видишь, всему тому, что ты разглядываешь. Вот я так понимаю, что главный проспект уходит вон туда, куда-то немножко повышаясь в горы. Там на въезде какая-то башня. Возможно, просто водонапорная, возможно, что-то поинтереснее. Там какое-то сооружение, видимо, это парк, а может быть в парке какая-то сцена. Надо будет поближе, может быть, посмотреть. Здесь просто жилые кварталы, дома-дома. Дома в основном пятиэтажки, я так понимаю. Ну и частный сектор довольно обширный, уходящий туда далеко аж вон туда, в самый верх в горы. И на ту сторону вот какие-то дороги есть, что-то еще. Интересно. А там вот на холме, обнесенное заборчиком, это, наверное, кладбище такое. Тоже интересное место. Так, где-то здесь еще должна быть железнодорожная станция, но я ее, честно говоря, не вижу. Вот. И, наверное, все. А так подряд можно разглядывать, разглядывать, разглядывать и разглядывать. Интересно, если вот здесь одна река получается, там другая, вот этот вот остров, на нем уже это вот те дома, это на нем на острове стоят. То есть на остров можно куда-то выйти вот сюда, видимо, на этот мыс. Там, наверное, тоже какой-нибудь парк. Тоже может быть красиво и интересно. А вон там, вон наверху в горах, какой-то маленький домик. К нему, интересно, можно подняться, чтобы оттуда сверху посмотреть? Ну вот там, я смотрю, дорога вон туда тоже наверх есть. То есть туда, по крайней мере, видимо, как-то можно заехать. Потому что там, вон, дома и все такое. С той стороны, наверное, тоже интересно посмотреть. Но с той стороны, интересно смотреть, наверное, утром. Потому что сейчас, вечером против солнца, видно все будет крайне печально. Ладно, спускаемся, едем дальше. Вид отсюда бомбезнейший. И вот со второй только попытки, потому что навигатор упрямо не хотел признавать, что он знает, где находится эта буддийская стела. Я приехал к самому древнему буддийскому камню на территории Казахстана. Вот такой вот он. Встал я у него, получается, с задней стороны. Ну, потому что сейчас вечер, солнце с этой стороны. А лицевая сторона, собственно, с надписями, она там, спереди, ближе к дороге. Не знаю, как вам снять ее так, чтобы солнце-то не мешало. Здесь вот такой вот нанесен рисунок. Такой вот он самый древний буддийский камень на территории Казахстана. Здесь вокруг такая вот пастораль горная. Моя любимая горная местность. Вот такие вот скалы с осыпями. Не слишком высокие, но приличные, скажем так. Внизу вот там река течет довольно обширная. Там скалы тоже. Дорога куда-то туда идет. Куда-то там вот что-то интересное наверняка на самом верху. Бог его знает. Может быть стоит, кстати, вот на ту сторону вот там через мост объехать и поехать посмотреть, что там наверху. Может оттуда вид прекрасный или что-то еще. Не дает мне покоя моя исследовательская душа. С другой стороны, кроме этих трех мест, которые я фактически уже посетил, остается же четвертое. И самое интересное, и самое впечатляющее, пожалуй, место. Это же Бурхан-Булак. 164 или 168, сколько там метров высотой. 4 каскада водопада. К нему надо ехать еще и за город. И не факт, что я сегодня к нему успею. Поэтому исследовать, что там, оставим на потом. А сегодня, как минимум, постараюсь выполнить план до того, как солнце сядет. Здесь, в центре города, на который мы смотрели с площадки смотровой с той стороны реки, стоит вот такая вот стела в память о победе. В самой стеле, по большому счету, наверное, нет ничего особенного. Особенного в ней только что ее расположение. Стела такая, расположенная в месте слияния трех рек, единственная и уникальная в Казахстане. Ну, а вот здесь, за ней, можно спуститься, ну, не совсем к воде, конечно, но, по крайней мере, посмотреть на реку, точнее, на водохранилище, потому что вот там уже подпорная плотина, и воды здесь собирается довольно много. Но тут, правда, вот растут деревья. С одной стороны, это хорошо, потому что они создают атмосферу и тенек. С другой стороны, это плохо, потому что не видно, собственно говоря, воды того самого уникального места слияния трех рек. Там дальше, он есть фонтан в центре города, так называемый. Он, к сожалению, не работает. Туда дальше, наверное, какая-то центральная улица. Там, наверху, вот там вот в той стороне есть здание с флагом, наверняка какая-то администрация. Может быть, мы сейчас мимо него проедем. Посмотрим. Ну, а в целом город оставляет приятное впечатление. Место хорошее, интересное, красивое. Все зелененькое. Ну, вот я тут посередине, так сказать, между двух рек в Текили, на вот этом вот полуострове пытался пробраться к водопаду Бурхан-Булак. Один навигатор меня отправлял вот здесь, по улице, наверх туда, в горы, вдоль ущелья. Другой навигатор говорил, что надо вернуться в Талдык-Орган, из Талдык-Органа поехать в объезд через село Копал. Там сколько-то километров. Я, в общем, поговорил тут с парочкой местных товарищей, и они прям с сомнением отозвались о возможности вот этого моего автомобиля попасть к водопаду Бурхан-Булак. Говорит, можно пешком здесь вдоль реки, типа, или на лошадях, но это, говорит, дня три идти. А там на машине, ну, суммарно, говорит, отсюда километров 170-180. И в основном это все по горам, по очень-не очень дороге. С их слов. Не знаю, как на самом деле. По карте, если смотреть, то навигатор показывает, что как только ты съезжаешь шоссе, дорога серого цвета, и она вся вот такая вот, там действительно надо все-таки, как минимум, хоть какой-то, но внедорожник с полным приводом. Тем более, что забираться на 2000 метров. Поэтому водопад Бурхан-Булак отваливается. Не увижу я его, как минимум, в этот приезд. А все остальное, что я мог посмотреть в Текили, я посмотрел. Я проехал всю самую длинную в Казахстане улицу. Доехал до самой древней в Казахстане буддийской стелы. И в месте слияния трех рек посетил мемориал. Программа выполнена. Текили посещен. Еду обратно в Талдыкурган. Мне там надо сделать кое-какие дела. И поеду дальше, в сторону. Посмотрим, куда. Спасибо, что досмотрели это видео до конца. Поставьте лайк, напишите комментарий, подпишитесь. Поддержите канал материально. Потому что финансовые трудности уже начинают мешать дальнейшим путешествиям. Счастья вам, любви, терпения. Приходите еще. На сегодня все. Пока. Странный дядька из города Текили в замечательных Жонгарских горах.